органа имеют между собой связь, то тогда между соответствующими им точками на голове тоже есть линия связи. Если вы увидите, как именно проходит эта линия связи между двумя точками на голове, то вы сможете судить о коммуникации этих двух органов между собой. Сейчас визуализируйте свое тело. Вы также можете увидеть в различных местах некоторые точки. Эти точки также связаны с вашими внутренними органами. Информационная система очень интересна, и она немного похожа на энергетическую систему. Там, где у вас есть заболевания, вы видите все очень четко, а там, где заболеваний нет, вы ничего не видите или почти ничего не видите. Если человек здоров, то с точки зрения энергии мы мало что видим. Мы, конечно, видим, что энергия течет по каналам, энергия тумана, мы видим энергию вокруг органов, энергию света, но мы видим это не очень ярко и четко. Если же где-то что-то не в порядке, то мы это замечаем сразу. Например, энергия меняет свой цвет, или энергия из одного органа переместилась в другой орган. Там, где ее не должно быть. То же самое может быть связано и с этой сетью информационной. Если с человеком все в порядке, то мы почти ничего не видим. А если там есть какие-то нарушения, то мы видим, что между двумя какими-то точками устанавливается неправильная связь. Домашнее задание. Постарайтесь на кого-то посмотреть с точки зрения информационных проблем. Если вы увидите какие-то темные или серые точки возле его головы, постарайтесь проследить за этой линией вниз и посмотреть, к какому органу эта линия ведет. Посмотрите связи между разными точками. И если вы увидите, что между двумя точками какая-то неправильная связь, нечеткая, непонятная, то тогда проследите, какая связь между двумя точками. Продолжайте медитировать. Попрактикуйте таким образом развитие способностей третьего глаза. Завтра мы продолжим. Продолжайте медитировать. Продолжайте медитировать.